Сегодня, я думаю, нас ожидает очень трогательный вечер, потому что это вечер Сергея Есенина. И его поэзия обладает притягательной силой и, наверное, самая большая притягательность в его пронзительной искренности. Из автобиографии Сергея Есенина. Отец мой крестьянин Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Федоровна. С двух лет по бедности отца и многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери. Среди мальчишек я всегда был коноводом и большим трочуном. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоливал на кулачную и часто говорил бабке, «И ты у меня, дура, его не трожь, он так крепче будет». Бабушка любила меня из-за всей мочи и нежности ее не было границ. Стихи я начал писать рано, лет с девяти. В восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Первый, кого я увидел, был блог, второй — городецкий. Когда я смотрел на блога, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Стихи мои произвели большое впечатление. Все в один голос говорили, что я талант, я знал это лучше других. Клён ты мой обавший, клён солиденелый, Что стоишь, нагружавшись под метелью белой, Или что видел, или что услышал, Словно за деревню погулять ты выше. Тут были всякого рода подонки, продажные женщины, воры и беспризорники. Они направлялись к Ермаковке, так называлась московская ночлежка. Когда и мы с Есениным вошли туда же, мне вспомнилась надпись над вратами дантовского ада. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Есенин, Есенин, послышался мне шёпот. А Есенин вскакивает на первые попавшиеся ему нары и начинает чтение Москвы Кабацкой. А когда ночью светит месяц, Когда светит, чёрт знает как, Я иду головою свеся с переулком знакомый кабак. Шум и гамма в этом логове жутком, Но всю ночь напролёт до зари Я читаю стихи проституткам И с бандитами жарю спирт. Сердце бьётся всё чаще и чаще, И уж я говорю не в попад, Я такой же, как вы, пропащий. Мне теперь не уйти назад. Но чем дальше он читал, Тем явственней вырастала стена между ермаковцами и поэтом. Они смотрели на него одни с недоумением, Другие – неодобретельно. И действительно, как могли они воспринять, Да ещё в стихах, Весь тот бытовой материал, Где всё так было близко им, И в то же время ненавистно. Положение осложнялось, Всё мрачнее становились слушатели. И вдруг Есенин, говоря к современному, Резко поворачивает ручку штурвала. Он читает совсем другие стихи О судьбе, о чувствах, О рязанском небе, О крушении надежд Золотого золотоволосого баринка. Сыб, тальянка, звонко, Сыб, тальянка, смело, Вспомнить, что ли, юность, Не шуми, осина, не пыль и дорога, Пусть несется песня гамилой до порога. Субтитры создавал DimaTorzok